Евангелие от Луки, глава 24 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эмаус. И разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнавали Его. Он же сказал им, — О чем это вы, Иди, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ, — Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, — О чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом. Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли Его тело. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, — О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в Свою славу? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали Его, говоря, — Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание? И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им, — Мир вам! Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но Он сказал им, — Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, Он сказал им, — Есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и, взяв, ел перед ними и сказал им, — Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писании. И сказал им, — Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Продолжение следует...